Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И в этом видео я расскажу о продуктах для губ из китайского сайта aliexpress.com. В частности мы поговорим о 8 оттенках матовых стойких помад, а также о 12 разных оттенках карандашей для губ. Итак, у меня 6 оттенков помад в такой колбочке и 2 оттенка закоса под NYX. Все они матовые и очень стойкие. Пигментация у них просто отличная, но темные оттенки наносятся немножко сложнее, чем светлые. Наслаивать не рекомендую, как бы нет смысла, так как пигментации в общем-то хватает, а если будет слишком толстый слой, будет некрасиво. Сводчи у меня в один слой. Как видите, цвета абсолютно носибельные, особенно меня впечатлили нюдовые оттенки. Мне очень нравится у них вот эта вот длинная кисточка, очень удобно наносить. Она позволяет довольно быстро и точно нанести продукт. Это очень стойкие помады. Вот, например, этому покрытию 6 часов, при том, что я уже обедала и выпила как минимум 2 чашки кофе. Тем не менее, губы выглядят неплохо. В общем, можете кушать, пить и целоваться. Цвет никуда не уходит. Помада абсолютно комфортная на губах. Ее не ощущаешь. Немножко подсушивает, как и все матовые помады. Но если используете 3 дня подряд, все-таки лучше запастись бальзалом для губ. Давайте перейдем уже к оттенкам. Первый, конечно же, мои самые любимые. Это 26-й оттенок нютовой матовой помады. Сразу же после нанесения есть немножко блеска. Спустя пару секунд вкаменяется цвет, становится более спокойным, более благородным и абсолютно матовым. Оттенок номер 15. Яркий неоновый розовый цвет. На камере, конечно, слишком яркий смотрится, но в жизни немножко поспокойней. Несмотря на то, что это довольно светлый оттенок, он абсолютно не полосит. И цвет смотрится максимально равномерно. Абсолютно барбишный яркий неоновый розовый. Оттенок номер 19. Это классический красный цвет, очень глубокий и довольно теплый. Но, тем не менее, абсолютно не желтит зубы. Слегка может плешивить, полосить, но не критично. С ним губы выглядят как будто бархатными. Очень красивый, богатый и насыщенный цвет. Оттенок номер 22. В упаковке это ягодный бордовый цвет, но на губах он спокойнее. Самый тяжелый оттенок нанесения, он полосит, он плешивит. И это довольно трудно исправить. В целом, это довольно осенний цвет. Приглушенный, ягодный и очень носибельный. Оттенок номер 24. Очень похож на тот, который я показывала первым. Это тоже нюд. Но чем он отличается? Это наличием очень маленьких-маленьких золотых блесточек. Они практически незаметны. Но стоит вам немножко прикоснуться к губам, они сразу проявляются и прибавляют объему к губам. И такой легкой изюминки. Оттенок номер 36. Мой любимец всего лета. Он как бы нюдовый, но с розовым подтоном. Необычайно красивый, носибельный цвет. Один из самых красивых оттенков, которые вообще у меня были в жизни. Обязательно всем рекомендую. Дальше переходим к блескам NYX. Это оттенок 05. Нюд, который уходит немножко в коричневый. Честно, он не так приятно наносится. И мне кажется, оттенок больше подойдет все-таки брюнеткам. Оттенок номер 07. Самый отвратительный блеск среди всех. Хотя это одна линейка с предыдущим. Он абсолютно отвратительно ложится. Какими-то кусками, проплешинами выглядит это очень неопрятно. И нанести его очень сложно, потому что он растекается. Дальше переходим к карандашам для губ. Все 12 карандашей это набор. Несмотря на то, что они стоят очень дешево, качество у них отличное. Они довольно кремовые и приятно наносят. При этом стойкость у них хорошая. Конечно, не такая, как у матовых блесков. Но сравнительно это отлично. Самое интересное, что несколько оттенков отличаются по консистенции. Некоторые более кремовые, а некоторые по суше. Так как я уже вымучила свои губы блесками, я не буду тестировать все 12. А возьму лишь те оттенки, которые мне понравились больше всего. И которые, я считаю, заслуживают вашего внимания. Первый оттенок номер 53. Это очень натуральный цвет губ. Мне чем-то похожи на оттенки от MAC. Идеальный нюдовый для тех, кто хочет натуральные губы, но красивее. Номер 50. Оттенок немножко ярче, более коралловым отдает. Но все-таки сохраняется в нюдовой гамме. Оттенок номер 60. По упаковке кажется, что это какой-то яркий сиреневый. Но на губах он смотрится таким нежным розовым. Мне кажется, идеальный оттенок на лето. Номер 58. Это классический красный цвет. Который самый из них кремовый. И с ним проблем нанесения практически нет. Как и в блесках. Красный более теплый. Но тем не менее, зубы с ним выглядят белыми. Номер 55. На упаковке он глубокий бордовый или даже коричневый цвет. Но как видите, на губах он совсем другой. Это говорит о том, что китайцы что-то напутали. Из-за того, что у меня уже подуныли губы, ложится не совсем ровно. Тем не менее, цвет очень красивый, насыщенный. Но абсолютно не такой, как нарисован на упаковке. Губы у меня уже ужасно болят. Но просто я не могу не показать вам вот этот вот дикий 56-й оттенок. Который в упаковке у нас ярко-оранжевый. Но посмотрите, какой он шикарный на губах. Я просто не ожидала. Серьезно, что такой вот морковный неоновый цвет будет так интересно смотреться на губах. В наборе в основном нюдовые оттенки. Поэтому не пугайтесь. Я вам показала самые такие выразительные. Миллион вариаций сочетаний. Мне кажется, идеально иметь у себя в коллекции вот такой наборчик. А еще круче кому-то его подарить. Я, например, брала его с целью определиться, какой же мне оттенок помады подает больше всего. И честно, я удивлена открытиями. Давайте подытожим. Я абсолютно рекомендую вам пробовать матовые помады в таких колбочках. Они стоят чуть больше доллара. Но у них отличное качество. Суперская стойкость. И цвета очень насыщенные, носибельные и красивые. По поводу карандашей. Это просто поле для эксперимента. Миллион образов с ними можно придумать. Они очень приятные и кремовые. Напишите в комментариях, какой цвет, по вашему мнению, подошел мне больше всего. И какой хотели бы иметь в своей косметичке. Мне будет очень интересно почитать. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезным или интересным. Если это так, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Если хотите посмотреть еще больше обзоров из Алиэкспресс, кликайте на одну из картинок видео. Спасибо вам большое за внимание. А я вас всех целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok